В стенах 16-й школы межведомственная лекторская группа из числа представителей администрации духовенства провели беседу с родителями учащихся, где были затронуты ряд вопросов о духовно-нравственном воспитании, занятости детей во внеурочное время, а также об идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Заместитель председателя межведомственной лекторской группы Раджаб Кинжаев, выступая перед собравшимися, отметил важность проводимых мероприятий и с какой целью лекторская группа ведет профилактические беседы. Присутствующие члены лекторской группы неоднократно говорили с учащимися на такие темы, как злоупотребление психотропных веществ с лицами, достигших несовершеннолетнего возраста, поскольку погубное влияние со стороны общества может травмировать психологическое состояние у подростков. Айша Татаева, начальник отдела по делам молодежи и туризма, в своем выступлении отметила, что для современного ребенка внимание со стороны родителей играет большую роль в его обыденной жизни, и на это следует обратить внимание. Родители всегда поддерживают своего ребенка, он всегда прав, как бы он ни был виноват, что бы ни произошло, мой ребенок самый лучший, есть такое дело. Заглавим? В основном время с 8, тогда с 9 периода, до часу, до 2, до 3, они дети ваши находятся в школе. Вот присмотр учителей. Дальше, чем занимаются ваши дети? Меня интересует сегодня вопрос в занятости детей в неурочное время. Пока они находятся в школе, да, они под присмотром, как я уже сказала, своих учителей, классных руководителей, мы за них не переживаем. Но есть одно но. Чем заняты ваши дети после школы? 90% родителей сегодня заняты тем, чтобы материально обеспечить своих детей. И, к сожалению, большому сожалению, не уделяем достаточного внимания просто побеседовать со своим ребенком. Нет такого. Вот пришел ребенок со школы, разница в какой-то класс, 10-й, 11-й, 1-й или какое-то среднее звено. Спросите, кто сегодня к вам в школу приходил? Чем вы сегодня занимались? Покажи дневник, покажи тетрадь. Почему я этот вопрос сейчас поднимаю? Казалось бы, я туда. Дело в том, что мы мониторим состояние, психологическое состояние детей в школе. И один из пунктов, который выделили дети сами, со мной не общаются родители. Маме или папе неинтересно, чем я занимаюсь в школе. Родителям моим неинтересны мои успехи. Участвует он в олимпиаде, допустим, там предметной, либо посещает какую-то спортивную школу или культурную. Ты пришел, пришел, участвовал, да, ну как, первый, ты молодец, и все. То есть ребенку очень важно ваше внимание. Если оно не получает, ребенок не получает внимания с вашей стороны, извне люди прекрасно это делают. Магомед Арифдарбишев, представитель отдела просвещения, привел множество примеров, где говорится о воспитании детей их родителями, которые должны уделять время ребенку не только в учебном процессе, но и проявлять инициативу развивать способности ребенка в различных сферах деятельности. Некоторые говорят, мой сын в заручении, он сиделся с плохим, и так получилось. Да, если он сиделся с плохим человеком, понятно. Почему вы так упустили, что он сиделся с плохим человеком? Значит, вы не дали воспитание, что этот человек, не дали такое, что он может различать плохое и хорошее. Посланник Аллаху Сан-Аллаху А.С учит в трех категориях воспитать наших детей. Первая категория – это до семи лет. Играйте с этими своими детьми такие игры, которые их воспитывают. Здороваться, уважать, любить. От семи до четырнадцать лет дайте им знания, которые они могут получить себе необходимое, потому что мы знаем, что в семи лет мы должны учить ребенка к намазу, в десяти лет, если он к намазу нельзя, надо поругать этого ребенка. Вот это уровень, который нам дают разрешение. Поругать, чтобы их учили в правильном направлении. Там мы играли с ними, здесь мы уже учим. Уже с четырнадцати до двадцать одного года, пока им двадцать лет не будет. Вот то, что мы дали воспитание играми и те знания, которые ребенок приобрел за это время, в соответствии с ли он, с этим своим деянием, он должен контролировать ребенка до двадцать одного года. Несут эти три категории, как посланник Аллаху Сан-Аллаху А.С учит в том, как нас учил, если мы его так будем воспитывать, значит после двадцать одного года ребенка мы знаем, что у нас есть готовый хороший человек, который от него есть и польза для общества, и от него нет вреда никому. Как отметили инициаторы данной встречи, в планах лекторской группы множится посещение среднеспециальных учебных заведений из школ города, продолжив, что эти мероприятия направлены на то, чтобы обратить внимание общественности к проблемам, которые возможно решить лишь общими усилиями.